Татьяна Завьелова После неожиданной победы в престижном международном конкурсе ее сразу пригласили во всемирно известное агентство «Элит», и она уехала в Нью-Йорк. В нашей стране в Татьяне тогда не увидел будущую звезду модельного бизнеса, даже мэтр российской моды Вячеслав Зайцев. Конечно, на меня вот как раз смотрел, закрыв глаза, и говорил, боже, ну кто я, кто это? Ну мы с ним больше никогда не встречались, поэтому... Там, за океаном, наряду с Линдой Еванжелистой и Синди Кроуфорд, русская красавица вошла в особую категорию звезд модельного агентства «Элит». Подругами мы никогда не были, да, как бы, ну мы не были. Мы просто сталкивались по работе, очень милые, приятные девушки. Когда я только приехала в Америку, меня отправили на кастинг Стивена Мейзелу. И там как раз были все. Была Синди Кроуфорд, была Линда Еванжелиста, там Амбер Валетта, Науми Кэмпбелл. И мне было так страшно, и мне нужно было фотографироваться с этими звездами, но они были настолько милые, каждый из них подошли. Я даже помню, Линда Еванжелиста ко мне подошла и сказала «Хай, я Линда». И я так «Ой». На Татьяну буквально обрушились бренда класса лакшери. Она стала, как говорят в мире моды, лицом самых крупных фабрик красоты. Ее лицо не сходило с обложек самых престижных глянцевых изданий, а однажды и не только лицо. Я не видела, когда она вышла, летела со своим другом в самолете, случайно встретила, и он мне говорит «Таня, у тебя такая обложка красивая вышла, Эля». Я говорю «Правда, хорошо я выгляжу?» Он говорит «Ой, ну супер, супер, так шикарно». Я говорю «Да ты что? А что я там?» Он говорит «Увидишь сама все, посмотришь». Я говорю «А как? Посмотришь, посмотришь». И когда я увидела, а была обложка вот эта, мне кажется, я в магазине занялась красной краской, мне так сцело. Прославившись на Западе, модель не держала обид на Россию. Татьяна Завьялова стала героиней самой первой обложки российской версии, одного из крупнейших модных изданий в мире, журнала «Эль». Это первая обложка «Эль». Вот она я здесь, с красными волосами. Это первая обложка русского «Эля». Ну, это, конечно, ужас, с одной стороны, потому что мне не верится, что прошло 15 лет, кажется, что это было вчера. На самом деле все началось в Париже, я пришла в студию «Эль» на кастинг, и вот, собственно, с тех пор и стала для них работать. Работала очень много. Во Франции журнал «Эль» — это еженедельный журнал, и поэтому снималась я практически каждую неделю. Ну, и, соответственно, потом для разных стран. Через несколько лет Татьяна первой снялась обнаженной для этого журнала. Легко ли предъявить миру голую красоту? Как-то так, да, случилось, что я для... Я не знала, что я для «Эля» первая обнаженная модель, надо же. Ну, как меня любили фотографировать всегда обнаженной почему-то. А потом, честно говоря, раньше, ну, как-то я всегда себя комфортнее чувствовала в купальнике, нежели в одежде. Ну, как-то, в принципе, я неплохо выглядела в купальнике, и так как всем нравилась моя фигура, я привыкла так сниматься. И потом у меня достаточно никогда не было пошлых фотографий. А то, что обложка обнаженная, ну, да, есть такие некоторые моменты. Иногда я смущалась, но я, конечно, стеснительный человек. Спустя 7 лет блистательной карьеры в мире моды Татьяна внезапно взяла тайм-аут и ушла с подиума. Ой, ну что, вы даже не представляете, все были в шоке, родители были в шоке в первую очередь, подруги были в шоке, агентство было в шоке. У меня мама слегла, правда. Да, вы представляете, ушла от одного к другому, и это произошло в течение двух недель. Я сама была в шоке, честно говоря, я ночью просыпалась и не могла понять вообще, где я, у меня просыпался от какого-то страха, что со мной. Любовь, конечно, как всегда, любовь. Мой муж нынешний, он жил и живет в России, а я на тот момент жила в Париже, да, и вот это вот как бы вместе не билось. Ну, то есть мне нужно было либо там, либо здесь, и я вот выбрала здесь и с мужем. В течение двух недель, это правда, в течение двух недель я поменяла всю свою жизнь, поменяла фамилию, страну, проживание, образ жизни, все, я переехала сюда, и, в общем, так резко я все закончила. Уже многие звезды засветились в журналах беременными. За 10 лет без подиума у Татьяны было три шанса повторить их успех. Она родила трех дочек и ни одной фотосессии. Не сделала, потому что, ну, это как-то очень личное, и, ну, нет, я бы не согласилась, честно. Мне предлагали, и предлагали и в рекламе сняться, и сняться просто беременной, ну, как-то нет. Вера, Надежда и Софи уже заядлые модницы. Есть в кого. Младшая, ей всего два года, пошла в маму в самом прямом смысле. От судьбы модели Татьяна их не отговаривает. Я не вижу в этом ничего плохого, честно говоря, как бы, ну, правда, может быть, мне повезло, но у меня было все хорошо с моей карьерой связано, как это все складывалось. И если они захотят, то почему бы нет? Татьяна нашла свое счастье в домашних заботах, оставив за плечами ослепительный конвейер гламура и глянца. Много чего у нее осталось на память о тех временах. Оказывается, в 90-х даже на Западе рассчитывались бартером, продукцией. Марк Джейкобс, когда он еще был молодым дизайнером, он не имел возможности платить моделям деньгами. Он свои роскошные вещи нам дарил. Вот эти вещи остались, какие-то там кутюрные платья от Джамполь Гатти остались тоже, вот которые подарок мне были даны. Прекраснейшее платье, Надежда. Я боюсь, что на тебе только большевата. Татьяна совершенно не скучает по прежним временам. Она ушла с подиума, но не ушла из моды и с легкостью может предугадать основные тренды будущего сезона. В этом сезоне, как и в прошлом, все модные длинные юбки. Я, например, себе купила много длинных шелковых юбок. Цвета разные, конечно, бежевый опять из сезона в сезон переходит. Бежевый мне не идет, поэтому бежевый я не покупаю. А так яркие, на лето всегда яркие цвета и много цветочных принтов. Ну вот как-то так. Сейчас Татьяна нашла другое любимое дело и нашла в нем себя. Жизнь продолжается. Ну а сейчас я взялась за старое, я опять работаю. Правда, работаю я не в моде, работаю я на телевидении. Веду программу о путешествиях. Называется она «Кругосветка» с Татьяной Завьяловой. Редактор субтитров А.Семкин